Качество питания особое и пристальное внимание. Депутат Государственной Думы Сергей Коткин в рамках региональной рабочей недели посетил Ненинскую окружную больницу, где пообщался с пациентами на предмет жалоб и предложений относительно больничной еды. После парламентария отправился в обновленный пищеблок Медфуда, чтобы воочию увидеть, в каких условиях готовят еду для пациентов трех учреждений здравоохранения региона. «Как, на ваш взгляд, и качество, и количество, и ассортимент, и вкусно ли, невкусно ли то, что вам готовят наши уважаемые представители Медфуд?» «Подозрение, прошу, лучше». «Лучше стало, да?» «Стало лучше. Пока это, пожалуй, наивысшая похвала для Медфуда. До недавнего момента в адрес аутсорсинговой компании сыпалась лишь критика. Несъедобная каша с мусором, слившиеся макароны или наличие насекомых в тарелке с едой. Все эти претензии имели место быть. Контроль со стороны общественных организаций и органов власти постепенно начал приносить эффект. Медфуд стал внимательнее относиться к приготовлению пищи. Жалобы практически прекратились, однако они не исчезли совсем. «Сегодня утром на завтрак давали творог, и творог оказался запахом, нехорошим запахом. То есть мы писали палатой бумагу, фирму, которая предоставляет еду, то, что качество оцепительно было завтракой сегодня». На жалобу руководство компании пообещало отреагировать моментально. Если факт некачественной продукции подтвердится, претензию придется адресовать уже поставщику. Все молочкой, творогом, сметаной, кефиром Медфуд обеспечивает Ненецкая агропромышленная компания. Есть у пациентов и пожелание – видеть в рационе больше овощей и фруктов. Замечание резонное, учитывая специфику региона. Хочется больше витаминов. Однако обвинить Медфуд в том, что он обделяет пациентов в разнообразии или ассортименте, не получится. Аутсорсинговая компания кормит по утвержденному с больницы меню, которое в свою очередь составлено с учетом всех требований и рекомендаций Минздрава. «Здесь действует 330-й приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который утверждает нормы лечебного питания по разным видам диет. И там прописан не только колораж, но и сочетание белков, жиров, углеводов. А что касается проблемы с фруктами, ну понятно, что регион северный, и фрукты здесь не растут. Поэтому за счет различных компотов, морсов и витаминных добавок решаются проблемы те, которые присущи для северных регионов». К рациону пациентам больницы следует относиться сдержаннее. Ведь речь идет о питании в лечебном учреждении, которое подразумевает в первую очередь строгую диету, отметил Андрей Дедов. Кстати, питание одного больного в день стоит чуть более 400 рублей. Большую часть продуктов компании «Медфуд» завозят с большой земли. Часть закупают у местных поставщиков. Доставка продуктов в регион – дело непростое, отмечает представитель компании. «Почему с овощами сегодня проблема была, потому что пробовали привезти, и как бы не очень удачно в земли период завезли, а теперь сейчас принимается решение. Я думаю, что будет этот компонент, что мы будем закупать сегодня. Договоримся с ним. «При правительственной компании, здесь тепличное хозяйство есть, наверное...» «Ну, это же будет решение, да, дальше будет. Если как бы сейчас... Ну вот урожай будет сейчас, можно...» «Сейчас огурцы будут, помидоры пока не сезон, потом помидоры будут, это закупается здесь». Чтобы улучшить качество питания и сам процесс приготовления пищи, руководство компании провело полную реконструкцию и ремонт производственных помещений, закупило новое оборудование. Стоимость реконструкции составила свыше 30 миллионов рублей. Сегодня в ежедневном режиме компания готовит еду для 400 человек. Резко сократившееся количество жалоб говорит о том, что положительные изменения есть, отметил в ходе рабочего визита в больницу Сергей Коткин. Аутсорсинговая компания выдерживает всякую критику. «Расслабляться, на мой взгляд, не надо. Обязательно контроль должен быть. Я думаю, та у нас общественная команда, которая создана по контролю. Я думаю, что всё это будет продолжено. И мы договорились, и когда с больными общались, что вот как только будут какие-то сигналы, без стеснения звонить на самый различный уровень». По словам руководства компании, мощности нового пищеблока могут обслуживать не только учреждения здравоохранения. У Мидфуда есть потенциал для организации питания более чем для тысяч человек.